Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Лобовой удар. Два человека погибли и еще двое получили травмы в ДТП на южном обходе Кирова. Сгорела целая семья. Четыре человека стали жертвами пожара в Пижанском районе. Набрал корзину продуктов на полторы тысячи рублей. Полицейские разыскивают мужчину, который ушел из супермаркета, не заплатив. Два человека погибли и еще двое получили травмы в ДТП на южном обходе Кирова. Там лоб в лоб столкнулись ВАЗ-15 модели и Ниссан. Подробности в рубрике «Обзор аварий». 7 сентября днем на 19-м километре южного обхода Кирова произошло смертельное ДТП. По предварительным данным ГИБДД-52, водитель Ниссана выехал на встречную полосу и врезался в ладу 15-й модели. От удара ВАЗ отбросило на пешехода, который шел по обочине. В итоге водители на марке и пассажир отечественного авто погибли. Водитель 15-й и пешеход получили травмы. Трагическая авария унесла жизнь человека в Орловском районе. По предварительным данным полиции, на 387-м километре трассы Вятка 45-летний водитель Тойоты выехал на встречную полосу, затем вылетел в кювет и врезался в опору ЛЭП. По приезду на место ДТП медики зафиксировали смерть водителя. В Кирове на улице Луганской погиб мотоциклист. По предварительным данным госавтоинспекции, 37-летний водитель Хонды столкнулся с попутной Шкода «Октавия». После удара двухколесный транспорт врезался в бордюр и опрокинулся. В Молнойском районе произошло ДТП с участием одного автомобиля. По предварительным данным ведомства, 44-летний водитель десятки выехал за пределы трассы и перевернулся. Водителя с тяжелыми травмами госпитализировали. Два человека получили травмы в Белохолунинском районе. По предварительным данным ГИБДД, 67-летний пенсионер за рулем УАЗа повернул налево в тот момент, когда его обгонял водитель Volkswagen Passat. Пассажирками на марке 1, 30, другой 10 лет медики оказали помощь. В Уречевском районе участникам дорожного движения пришлось объезжать перевернутый Рено Калеос. По предварительным данным полиции, 62-летний водитель на марке не справился с управлением. Мужчине пришлось обратиться за помощью к медикам. Сергей Пичугин, место происшествия. Семья из четырех человек стала жертвой пожара в Пижанском районе. Вечером 8 сентября в деревне Большое Безруково загорелся жилой деревянный дом. Все подробности в рубрике «Сводка». 8 сентября вечером в деревне Большое Безруково Пижанского района загорелся жилой деревянный дом. В этот момент там находилась семья из четырех человек. 64-летняя хозяйка дома, два ее сына, 38 и 35 лет и 40-летний племянник женщины. Все они погибли в огне. Следователи установили, что накануне пожара семья распивала спиртное. Не исключено, что причиной пожара могла стать неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения. По факту пожара проводится доследственная проверка. Назначены экспертизы. 6 сентября в поселке Светлополянск Верхнекамского района на обочине дороги нашли погибшего мужчину. На место прибыли следователи. Выяснилось, что это 54-летний местный житель, который недавно освободился из тюрьмы. В тот же день оперативники вышли на вероятного убийцу. Подозреваемым оказался младший брат погибшего. Оказалось, что родственники распивали дома спиртное, затем поссорились. Младший брат до смерти избил старшего. Ночью вывез его на тележке к дороге и сбросил в канаву. Сейчас 51-летний подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Сходил в магазин на улице Лепси за продуктами. Набрал корзину на полторы с лишним тысячи рублей. И прошел мимо кассы, не заплатив. Мужчина в деловом костюме. Все произошло средь бела дня. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Если вы узнали мужчину на фото, то позвоните в полицию по телефонам на экране. В Кирове, в районе Нового моста, силовики обезвредили террористов. Сотрудники регионального УФСБ совместно с пожарными, полицией, Росгвардией и другими силовыми структурами провели учения. По замыслу террористы подорвали самодельную взрывчатку на территории ККС и выдвинули политические требования. В ответ силовики провели контртеррористическую операцию, освободили заложников, террористов арестовали, взрывчатку обезвредили. Оперативный штаб оценил работу спецслужб положительно. Алина Котрихова. Место происшествия. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Смертельные волны. Двое кировчан погибли в Крыму во время шторма. Не хватило ума даже скрыться. На улице Московской лихач на Фольксвагене Джетто врезался в Киарио. Помощь в любой ситуации. ДТП-сервис – это независимая экспертиза. Оценка ущерба и качество ремонта. Юридические услуги. Установление вины в ДТП. ДТП-сервис. Гарантированное возмещение ущерба. 42-55-42. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Двое кировчан погибли в Крыму во время шторма. В минувшую пятницу 7 сентября в поселке Новый Свет произошел сильнейший шторм. Двух туристов из Кирова, 28-летнюю Ксению Шабалину и ее парня унесло в открытое море. Спасти молодую пару не удалось. Все подробности в нашем следующем материале. Сильнейшие потоки воды смывают все на своем пути. Отдыхающие в Крыму с трудом добираются от пляжа до своих отелей. Кажется, стихия не щадит никого. Шторм, ливень и шквалистый ветер в пятницу 7 сентября обрушился сразу на несколько населенных пунктов Крыма. Стихия бушевала в Алуште, Ялте, Судаке, в поселке Новый Свет, в районе Царского пляжа. В этот момент там как раз отдыхали кировчане. 28-летняя Ксения Шабалина и ее молодой человек. Так вышло, что во время шторма они решили искупаться. В этот момент волны достигали 4-метровой высоты. На пляж обрушился шквалистый ветер. Кировские туристы выбраться сами не смогли. Их унесло в открытое море на глазах у сотни туристов. Очевидцы сразу вызвали спасателей. Однако из-за крайне сложных погодных условий, каменистого скального рельефа у берега и то, что на улице начало темнеть, спасти Ксению и ее друга им не удалось. Спасатели тщательно обследовали прибрежную зону, оповестили все проходящие суда. Чуть позже Ксению нашли погибшей. Молодой человек пока что остается пропавшим без вести. Родители погибшей выехали в Крым. На транспортировку тела на родину нужна крупная сумма денег. В соцсетях родственники объявили сбор средств. Известно, что 28-летняя Ксения Шабалина работала в одном из кировских новостных порталов. Редакция Первого городского канала приносит соболезнования близким девушке. Весьма расстроил маму с папой с виду пьяный водитель Volkswagen Jetta на улице Московской. Там лихач протаранил Киа Рио, затем он скрылся с места происшествия. На поиски беглеца выехали полицейские и активисты ночного патруля. Помог найти нарушителя наш корреспондент Павел Москвин. В момент ДТП водитель Киа Рио Артем ужинал в кафе. Свой автомобиль после удара он сначала не узнал. Лихач на джете разбил ему чуть ли не полмашины. Клод, дверь, бампер, багажник. Он все вылезал, тоже колесо. Начал говорить, давай, все, я тебе сделаю, сделаю. В итоге, типа, не вызывай полицию. У меня телефона с собой не было. Он говорит, не, не, не вызывай. Я говорю, ты что, типа, ну, совсем? Я пошел за телефоном, вызываю, все, его нет уже. Активисты ночного патруля посадили Артема в машину и занялись поисками беглеца. Алло, алло. Да, мы едем, мы ездим, ну вот, пытаемся найти. Давай, и там, если кто приедет, набери сразу. Он пьяный, что, видно? Молодой, да? Или под чем-то. Да, ему до 30, точно. Вскоре у 20-го дома по улице Преображенской собственник Киа увидел водителя джеты. Мужчина стоял у ломбарда, кому-то звонил и просил, чтобы за ним срочно приехали. Ну-ка, ну-ка. Вот так вот он, он. Тихо, тихо, тихо. Ну и что? Говорю, и все нормально было. Алло. Смотри. О, ну. Я стою, у меня вопрос. Добрый день. Судя по всему, долго стоять на одном месте водитель джеты Иван не планировал. Я буду стоять на курсе. После происшествия Преображенская 20, он находится по этому адресу. Иван понял, что за ним уже едет полиция и решил поскандалить. Вам что нужно? А тут сообщение поступило. Не подходи ко мне близко. Руки убери от меня. Руки убери от меня. Еще мгновение Ивана задержали сотрудники ДПС. Мужчина им рассказал, что о ДТП якобы ничего не знает. Он всего лишь пришел в ломбард, чтобы заложить телефон. Мне просто говорят, что я сидел за рулем, я не сидел за рулем. Я не сидел за рулем. Я вообще не знаю. Раз Иван не водитель, значит ключей от машины при себе у него не должно быть. Но на предложение пройти личный досмотр он отреагировал крайне встревоженно. Я ничего не буду выкладывать, пожалуйста. Я ничего не буду выкладывать, потому что у меня все лежит здесь. Понятых мне надо, нормальных. Куда понятых? Ну, ты меня хочешь досмотреть? Ну что? Нормальных понятых пригласили, и водитель устроил очередной конфликт. Что у нас такое начинается-то? Я ничего не понимаю, б***ю. Рассматривать я сейчас буду. Нарушники сними. Выходи, вынеси видео. Среди вещей, которые выложил Иван, были ключи от автомобиля. Несложный эксперимент показал, что этот брелок от той самой джеты водитель, который скрылся. Ага, работа, да? Видите, открылась. Ключ-то вот. А, вот все. Вот все, сработало. Вскоре приехали родители Ивана. Машина принадлежит маме. От увиденного она испытала шок. Папа тоже не сдерживал эмоций. Так убил бы, б***ю. А ваш автомобиль-то, да? В итоге на Ивана составили административные материалы. Как минимум за скрытие с места ДТП. Ему грозит лишение прав или административный арест. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Смотрите сразу после нее. Чудеса реакции. На улице Воровского камера зафиксировала, как водитель ОКИ чуть не спровоцировал ДТП. Побежал через дорогу. Твою мать! Б***ь! На улице Шаляпина школьник не убедился в безопасности перехода. Магазины Франц, автозапчасти, тюнинг, аксессуары для французских и отечественных автомобилей. Всю осень скидки до 20%. Профсоюзная 11, торговый центр «Радуга» и Дзержинского 3. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. На улице Воровского камера зафиксировала, как водитель ОКИ чуть не спровоцировал ДТП. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На перекрестке улиц Воровского и Володарского водитель машины с камерой проявил чудеса реакции и увернулся от маневра нарушителя на ОКИ. На улице Шаляпина школьник не убедился в безопасности перехода и побежал через дорогу. На улице Московской девушка на желтой Киа не заметила попутный автомобиль с регистратором и перестроилась. На перекрестке Октябрьского проспекта улицы Молодой Гвардии нетерпеливый нарушитель на 14-й проехал на красный сигнал. На улице Герцена водитель КамАЗа поехал против одностороннего движения. Куда ты едешь-то? Сюда нельзя ехать-то, ***. На улице Производственной дрифтер на иномарке сжег резину и крутил пятаки на перекрестке. «Неадекватный персонаж». Михаил Вагин. Место происшествия. На этом все. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру, присылайте свое видео на наш электронный ящик. mpkirovsobakainbox.ru или пишите к нам в группу ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны и увидимся на Первом городском.